Кто не знает, мы вот, молодежь, только-только вернулись с лагеря, поэтому, молодежь, выходите на сцену, сейчас будем делиться эмоциями и переживаниями. Раз, раз. Чего сидим? Выходите. Что-то как-то вас много, не помещаемся. Можно, да, больше. Да, вот, как видите, это вот лишь малая часть людей, которые там была. Нас было 36 человек. Да, было очень весело и круто. Я коротенечко скажу, начну. Меня больше всего, что восхитило, это вот наша команда, которая образовалась, что действительно все так гармонично, все так слажено было. Настолько все было классно, что я понял, что на следующий год надо делать еще дольше, на один день, со среды по субботу, потому что действительно… А надо переводить? А мы не помещаемся в кадр. Что действительно было насыщенно. Даже много насыщенно. И вот хотелось бы вот похвалить, допустим, вот СНР давал тему общения. СНР давал ваши темы заобщтованы. Первая тема. И это вот самый такой трудный момент, потому что, ну, ребята были из трех городов, Варна, Бургас, Пловдив. И как бы ребята еще не знакомы. И чтобы дать тему общения первую, это прям нужно постараться. Потому что кто-то стесняется, кому-то неудобно. И СНР дал классную тему, очень классно всех. СНР дады много яка тема. Заставил говорить, общаться. И всички накажешь и договорят. Я в тот момент готовил и только наблюдал, так слышал. А, готових и саму наблюдавах тех. Ребята, это. Один говорит, второй говорит, третий, четвертый. Потом Женек молодец взял пацанов и сделали классную волейбольную площадку. И Женя, той направи мрежи за волейбол. Импровизированную сетку. И беше много така импровизирана. И ребята вообще могли спокойно играть в волейбол. И те играха в волейбол много спокойно. Потом мне Артема помогал с фрикадельками. Артем и Макс помогаха ми и с топчета за супа. А вы представляете, что на 36 человек там крутить и крутить. А за 36 човека много трябва да се готовят. Коля открылся как евангелист-проповедник. Коля се открыл как евангелист-проповедник. Потому что собрал вокруг себя человек 6-7. Собрал около 76-7 души. Отвечал им на сих въпросов о Боге. И отговаряше на техния вопроса за Бог. То есть цитираши писание эту. Прям было... Я с Кирюхой в тот момент шашлык жарил, но так слушал. А с Готвих мэй соса с Кирюх, я слушал. И прям такой, молодец, молодец. Я сказал браво на Лёху. И ребята просто сидели и прям в рот ему заглядывали, слушали его. И хора толку на него просто много внимательного слушали. Уля с Оксаной молодцы, такие завтраки забабахивали на всех. И Уля, Оксана, Готвиха много добрые закуски. Лёха костёр был на нём. И огнишки ту бешен на Лёша. Дрова, да, это всё. Мы не нуждались. То есть всичку подготовки. Лагерь был озарён светом огненным всегда. И маша огнена светлена винаги. Все большие молодцы. Браво на всички. Я очень рад такой команде. Много с радовым на таков экип. И действительно было видно Божье присутствие. Потому что у нас было три блока общения. Сейчас СНР давал тему. Потом мы делились на группы мальчиков и девочек. И потом мы с Аней вечером давали тему. И знаете, вот мы не сговаривались ни с СНР. Ни группы мальчиков и девочек общения. Там были карточки и мы вытягивали вопросы. Но в Духе так было сделано, что всё было в одну тему. И переходило от одного к другому. А потом, когда мы сделали комнату света, Бог настолько через каждого из нас проговаривал. И только вы добре говорили через нас. Что прям действительно попадалось чётко людям та информация и то, что им было нужно. И нахорот им сибадишь информацию, которую ты требовала, чтобы чуять. И знаете, если это можно оправдать, допустим, когда ты говоришь с человеку, которому ты знаешь. Может, оправдаем то вас, оставаясь, когда говорим о человеке, и его познаваем. И человек может сказать, о, это вы говорите от себя, потому что вы меня знаете. И то можно говорить, что говорим от себя, и за что-то познават. Но когда ты человека видишь первый раз, и ты говоришь то, что ты получаешь, и смотришь, как у него текут слёзы, то ты понимаешь, что это может только Бог. И было действительно радостно послужить. И что мы поняли, что нам, ну, лично я, что надо больше дней, и больше мангалов. Потому что один мангал уже не спасает. А за что это одно барбекюное нистига? На 36 человек уже никак. За 36 души, вечи малку. Всё, следующее. Хотел рассказать вот один момент из лагеря. Из коми расскажи один момент от лагеря. Который меня вот больше всего тронул и впечатлил. Какой-то мы докосные, мы впечатлим. К нам приехали ребята из Пловдива. Там были три таких человека. Две девчонки, один парень. Ну, они выглядели так ярко. Да, в такой чёрной одежде. Черни дрейхи. С всякими там рисунками. Различные рисунки страшные. В татуировках. В татуировке. С пирсингом. Пирсинг. Там с разноцветными прическами. С разноцветными прическами. Да, очень яркие люди. Много ярких хора. И вот если бы я где-то со стороны, может быть, увидел их там в городе или в какой-то другой ситуации. А кубики видел некогда в городе, в стране просто. Я бы подумал, я бы подумал, что для того, чтобы им что-то сказать о Боге, нужна такая длинная конструкция событий. Но это нереально просто. Это невозможно просто. И дело в том, что когда у нас была комната света, эти трое пошли разом. Один за одним. Самые первые. Без очереди. И слушали там, что им Бог говорит. И дело в том, что если бы я там в своей церкви, в которой вырос, если бы перед нами поставили задачу, вот есть три таких человека, а куб предмен, биха поставили такова сдача, има такие вот три души. Сделайте так, чтобы они пошли в молитвенную комнату и слушали, что Бог говорит. Я не имею никакого представления, как бы мы это выкрутили. За два дня? За два дня. Я бы даже за год не знаю, как это сделать. А скорее всего, мы бы брали там буклетики, гитарки. Может, рассказывали бы им про Бога, что надо покаяться, молиться. А тут ничего такого. Просто общение. Просто свет внутренний, который они видят. Какая-то забота о них, интерес. Возможность им выскорить свое мнение. И люди сами пошли, побежали. И для меня это удивительная большая благодарность Богу. Потому что со стороны это кажется чем-то очень невозможным или очень долгим. А Бог сделал это реальным за два дня. Слава Богу. Слава Богу. Такие две, наверное, самые необычные ситуации для меня. Две най-необычные ситуации для меня. Скажем так, очень... Как это? Ладно, расскажу так, заабулированно немножко. Короче, пошли в самое нужное место, понятно, в лес. И я пошла одна, а вечером очень темно. Да, пробираться там, как бы, ну, стрёмно немножко. Да и страховался. Вот. И там был человек. И там ваша один человек. И он уже уходил, и говорит, все, я пошла, девочка. И дом мечети, оказывается, вечер с другом. Я осталась в итоге одна. А, с установкой сама. Ну, окей, типа... И я сказала, добрый. Я же пришла сюда, нормально, и уйду обратно. Ути дух сама. Моли, что много это соберено? Ну, через секунд 5-10. След 5-10 секунде. Она возвращается. Я свернусь там. Ну, я слышу. А с чего? И я говорю, а чего ты вернулась? Я спитом, за что сверну? Она говорит, я подумала. А в смысле? И решила, что подождать тебя будет правильно. А в смысле, что ты с человеком, что ты буду правильно? И кажется, да? Изглежь, да? Простое что-то такое. Не, что просто. Но мне так прям хорошо стало. Но мне не стало только добрее у тебя. Что просто мы часто верующие? Просто не думаем и уходим. А тут человек, который приехал, казался необычным таким. Да, вот и ярким. Вот. И просто вот подумал и решил, что мне так, например, будет спокойнее или просто так будет правильно, как она сказала. Что ты будешь поспокойной? Как тут оказывается, что ты будешь правильно? У меня прям так это грело внутри. Я не знаю, как это передать. Я не знаю, как это было. Но это было очень круто. Это вещь много ярко. И еще один момент. И еще один момент. Получился смешным. Много забавен. Мы жарили маршмеллоу. Поржахме маршмеллоу. На костре. На огнишке то. И мне в нос попал один маршмеллоу. И один маршмеллоу пожарили маршмеллоу. Пожарили маршмеллоу на костре. Это он сделал, да? Только направи. Это было не специально. Но не бейся нарочно. На видео, кстати, запечатлили это. Случайно. И мне было больно. Но если бы раньше, я бы просто там убежала, плакала, переживала. Но в тот момент я очень много смеялась. И мне эта ситуация... Пекло. Нормально пекло. Но как-то не испортило ни вечер. Ни настроение. И в принципе, будет что вспомнить. Поэтому меняются люди. которые приезжают сюда. И мы тоже меняемся. И это очень круто. Слава Богу. Слава Богу. Всем привет. Здравейте на всички. Ребята рассказывали про костер. Рассказывали, что я постараюсь. Но, во-первых, слава Богу за это место, за то, что там хватало ресурсов. Зато стягиваешь ресурси. И во вторую очередь, но не в последнюю. Спасибо моей команде, которая мне помогала добывать древесину. Это Паша. Мы с ним распилили целое дерево. Паша рискует своими жизнями. Распилили целое дерево. Но мы это сделали. И также, я не знаю, откуда, Павел с Матвеем, сыном, с Бургаса, приехали ребята. И вот этот чудный маленький ребенок, он настолько отдался этому занятию, второй вечер я просто ко мне подбегает, Леша, что делать с Костромом? Второй вечер то и два примера, как водоправить, переворачивать, не переворачивать. Я говорю, Матвей, ты все знаешь сам, ты лучший костровик в этом лагере. Мы с ним так сдружились, то, что он просто как команда настоящая. Слава Богу за такие служители, то, что он такой маленький и уже готов отдавать себя на общее дело. Слава Богу. Слава Богу. Забавная история про мальчика Матвея, которому 4 года. Да, он с малых лет тоже вот так по лагерям, по походам. Он помогал, захотел помочь Лехе с Костром. И получается, Леха ему дал задание и пошел дальше готовить дрова. А нам с Кириллом нужна была палка деревянная, чтобы уголи переворачивать. Я увидел одно бревно, взял и начал переворачивать. И тут Матвей вот с такими глазами подбегает и на меня. Ты что забрал? Это нам Леха Сра взял, отобрал и убежал. Потому что, он говорит, мне дали задание, все, это наше, все, и забрал и убежал. Кратенько тоже скажу. Это было очень круто. Я даже свои скиллы прокачала. Как вы знаете, во время библейки, после служения, я супы готовила на церковь. И по времени на библейское обучение я сготвих супы. Теперь я еще и кашу на такое же количество. И, кстати, неплохо, так что ждем в следующем библейке. И еще я хотела бы поблагодарить всех ребят, которые приехали из других городов. Было нереально круто познакомиться с верующими из других церквей Болгарии. И я надеюсь, что мы будем продолжать еще более тесное общение и держать вот эту связь, которая образовалась. И надеемся, что продолжим нашу общение, и будем так близко. Потому что я буду верить, она будет крепнуть и нам нужно И верно, читай зубруска, что стало все поздраво. И такая зайдность, что я распространяла Божье это слово. И что-то еще очень важное я хотела сказать, берегла напоследок, естественно, забыла. Забрай их нечто важное. Да, но если вспомню, я выхвачу у вас микрофон. А, хотела поблагодарить. И сколько благодаря? Плешуни, это вообще. Прямо спасибо вам. Без вас вообще ничего бы этого не было. Без вас ничто не может да соусождестви. Ребята из Пловдива, вот Максим тут стесняется. Это Максим, тук все, что от Пловдив. Создавали вообще свою атмосферу, абсолютно. Создавали свою атмосферу. Какого-то душевного, семейного тепла. На душевную, семейную, семейную тепленно. И я хочу сказать всем верующим, которые нас слышат, смотрят. Искам да кажем на всички верующие, които не слушат. Не смотрите вы на внешность. Не глядайте вы на внешность. Внутри такие люди. Вы троима такого хора. Да и внешние тоже. И вы на внешность. Вы просто, я не знаю, даже можно им рот не открывать, глаза достаточно посмотреть, чтобы все понять. Просто требует поглянуть и учитывать им. Мне, и причем им по 15 лет, как правило. И тысла 15 годишни. И они такие вещи говорят. И так его ничто оказывают. Я вспоминаю себя 15 лет, ну прям дуб-дубом. И куда-то соседия, куда-то сбег 15 годишно, а с ним что такого мудрою не бы их оказывало. Причем они верующие. И тесные верующие. И прямо идут по Богу. И все, что вырвятся с Бога. Мы молимся за то, чтобы Бог приоткрыл еще больше для них. И молимся Бог да с уткрили и още повече за тях. Вообще, слава Богу за все, что было. Спасибо вам. Благодаря вам за всичку. Ну да, тоже хочу сказать, что у меня были какие-то предубеждения. Имах предубеждения. против вот этих людей, которые с пирсингом, татуировками, крашенными волосами. Я вот думал, что будет какой-то конфликт. А в смысле, что ты маньяков конфликт? Ну что, они там начнут пентаграммы чертить на песке. А в смысле, что ты чертает пентаграмма на песке? Привелся с ними драться. Че требует за себя борьем с этих. Но на самом деле с ними я тусил больше всего, наверное. Но в смысле, с ними я тусил больше всего. Потому что они любили играть в УНУ. Как и я. Как ты? И поэтому все время только в УНУ играли. И играли в УНУ. И в конце они даже подходили и говорят, ты нам очень понравился. И в крае ты дури едва хапремена казаха. Много ты харесах не? Ты классный парень. Много сияк. Я такой думаю, странно, я же вроде вообще ничего не делал. Я в смысле странно ни что-то сам направил. Поэтому да, очень приятно было. Вещи много приятного. Ну то есть это как бы не судить по обложке нужно, да. Не треба да судим по курицам. Как законники некоторые говорят. Как кто-то некую законницу доказывает. Ты виждет некую. человек и сразу думает. Все, ему путь с заказом просто. И оказывать, что на ли няму путь за тях. В каком цирке входить нельзя. То и няма да может доходить на цирку. Да, поэтому нужно смотреть внутрь. Треба доглядь дома вутры. А, ну еще это, не знаю, почему именно такие люди любят смотреть анимешки. Не знаю, за что, но точно такие в охору убичат доглядят аниме. Поэтому было с ними о чем поговорить. И имах какого докажена тях. Да. Ну и вообще лагерь понравился, потому что много чего я делал, чего уже дома не делал. Я с Хареса в той лагеря, за что ты проехнешь такую-то удавненную на сам правил. до моря в темноте дойти. В том не надо врывах до морято. Да целый день без телефона сидел. Целый день без телефона. Жесть. Да. В море купался ночью. Плывах в море, признаю что? А, и ходил в пакетик. Да. Такого еще не было, конечно. Трудно было себя заставить. Ну да. Еще у меня там свидетельство про машину, но… И мы свидетельство за кланом… Не в тему, да, будет. У меня модели по тему. Так что, вот, короче, да. Ну все. Ну я просто поделюсь впечатлениями, что… А сам что испытали впечатления относим? Лагерь, мне кажется, прошел просто идеально. Лагерь применил идеал, но вот начало туда края. Потому что, да, и погода была великолепна. Времято беше прекрасно. Не жарко, не холодно. Не беше горешто, не беше студено. И море чистое, абсолютно приятные волны. Да, и даже не было ни одного комара. Меня обычно опусывают вообще ужасно. Мен много ме хапят винаги. А тут даже не надо было пшикаться вообще ни насекомых, никого. Да, поэтому условия были просто великолепные. Условията бяха прекрасни. И, возможно, это тоже повлияло на общу вот эту атмосферу. И, возможно, это повлияло в атмосферу. Потому что ламповость, уютность, она вот прям цирила везде. Что-то им очень много уют там. Вещь на всякады. Да, и люди, несмотря на то, что такие разносторонние. И в парке, чехолота бяха много различные. С каждым. Ну, я интроверт, мне тяжело обычно общаться. В принципе, мне трудно, да, что вам. А там с каждым человеком легко найти какой-то подход, есть о чем поговорить. Да, и все были такие жизнерадостные, добрые. Много жизнерадостные, добрые. Никакой злобы, агрессии. Не, может, злоба или агрессия. Ну, не считая Кирилла, который за собакой бегал и тактирую его взбирал. Поэтому, в общем, все очень круто. Я надеюсь, что в следующем году получится еще больше, еще лучше. И большое спасибо всем, кто участвовал в организации. И благодарю на всички, кто участвовал в организации. Я скажу коротко. Это вообще первый лагерь, у меня был, который с палатками вот так вот выезжать на несколько дней. Это вообще первый опыт замен, когда пытался с палаткой. Да, мне очень понравилось, но и в этот раз я ехал не только как участник, но и как служитель. И много мне нравится, я не сам как участник, я служитель. Да, и много моментов надо было смотреть, следить. Требя очень много моментов, да и следить, да и глядам. Да, и в то же время и отдохнуть. И трябься с упитом, да и все причинам. Да, и очень много ребят приехало с разных городов. И наши хоры от различных городов. Очень хорошо так сдружились, тоже общались, очень круто. И за все это время вот такой самый такой яркий момент для меня остался. Это когда вот мы общались за столом, с ребятами, со смучетом. И вот ребята тоже там с Пловдива тоже были. И в Пловдив Ммчета. Они так тоже внимательно слушали. короче, короче, там не мату у нас слушаха. Да, задавали мы разные вопросы. Задавали мы разные вопросы. О чем мы мечтаем, зачем мы здесь. Как восьмый тук. Да, и мы так именно классно тоже свидетельствовали. Я и Леха, кстати. И Неса с Лешей много... И было так приятно говорить о Боге. И у них так много было вопросов, они так заинтересовались. Да, и после этого даже остались, короче, общались с некоторыми ребятами, которые еще интересовались. Крутое время. Было очень много интересных и смешных моментов. И было во время этого трех дней. Да, это было очень прекрасное время. Мне очень понравилось. В следующем году еще раз хочу поехать. В еще прекрасное время. Спасибо большое всем. Благодаря на всички. Да, спасибо. Ну что, кажется, я последняя. Кто остался, чтобы говорить? А сам последний какой-то устанут в договоре. Не последний. Я тоже хотела отметить ребят из Пловдива. Ну просто нам сказали, что будут такие ребята. Ну я подумала, ладно, да без разницы, все люди как люди. И мы общались, и они очень классные, если честно. И вот как я думала, что типа, ну будет интересно с ними общаться. Так в сто тысяч раз интереснее было с ними общаться. Да, потому что мы там с одной девочкой тоже очень много как сдружились. И я просто хотела, у меня даже внутри ревность такая появилась. Что есть такие вот именно как законники, которые говорят, что типа, вот, станешь нормальным, тогда приходи. Ну, в церковь. А для меня это как, наоборот, это первые люди, которые, как двери церкви должны быть открыты. И у меня очень, ну как, я очень обрадовалась, что у нас в церкви такого нету. Я се зарадовах, че ние в церкви нямаме такива правила. Что, когда станешь нормальным, тогда приходи. Не казвам ей, че когато станешь нормальным, тогда да идваш. Наоборот, приходи любой, кто хочет. Али всеки? Всеки можно дойди. На меня. Отдельно я хотела выделить, что... На нас было очень много людей. И иногда Рома отъезжал там закупиться и так далее. Его помощник Кирилл тоже как-то был занят. И как... Но меня никто не просил, но я как следила все-таки чуть-чуть за организацией. И, ну как, я думала, ну кто меня будет слушать? Вот 30 человек. Никто, половина в Бога не верит. Меня не знают. А я вообще знаю только наших. И кто вообще будет там что-то обращать внимание? И мы были на пляже. Рома звонит. Вот, идите, собирайтесь, чтобы вы наверху там были во столько-то, столько-то. И так получилось, что 30 человек на пляже мы смогли организовать. Мы успяхно да ги организировали. От трех до пяти минут. Некогда до пяти ночи. И через 15 минут мы уже были наверху. Даже раньше, чем Рома сказал. И для меня это тоже как... Ну, очень большая благодарность Богу. Ну, были и другие разные ситуации, где тоже как можно было проявиться. И это для меня действительно большая благодарность Богу. И за момент твоей огромной благодарности на Бог. Что он так... Ну, сделал, что меня слышали. Что это направило так, что сами слушали. Потому что я думала, что взбунтуется, и что я ничего не сделаю. И правда, было бы так. Я бы ничего не смогла сделать против 30 человек. А очень классно получилось, что все так действительно двигались в одном духе. Мы все были как одна команда. Хотя, казалось бы, 36 человек. Три разных города. Три различных города. Разный возраст. Различный возраст. И все мы так истерились, что как будто... Но нет вот этого вот всего, что между нами по несколько сотен километров. Десятки километров между нас. Да. Поэтому это действительно очень большая благодарность и Богу. И людям, кто приехал. И организаторам. И организаторам. Вот. Спасибо вам большое. Благодаря на всички. В первую очередь хочется поблагодарить Бога за погоду. За время ту. За то, что за все время провождения, которое мы там были, не было ни грозы, ни ветра, ни какой-то жары, от которой все умирали. Второе хочу поблагодарить Рому, и сценария, всех, кто как-то так слаженно сработали. Распределено было как будто бы все по сценарию. Знакомство очень легко со всеми произошло. Все очень веселые, прикольные ребята. В общем, очень хорошие и позитивные эмоции. Позитивные эмоции. Вот. Это был первый раз, когда я жил в лесу ночь. Опыт в палатке, в горы, было весело. Вещи забавные. Спасибо вам. И до следующего года. И что-то видим до Гудина. Всем привет. Я Максим. Кто не знает, я служил вас в церкви Иерусалим. Я первый раз здесь. За преподсанток. Это было очень классное время. Вещи много было время. Да, я хочу сказать, что я ехал с этими ребятами, которые выглядели так ярко. И знаете, в поезде, когда я ехал с ними, я слушал мне разговоры, я вот реально думал, что вот как Паша сказал, начнутся там пинтограммы, или там, может быть, на одного больше человека, мы потом уедем, как бы там… Игла-то, слушав техники разговоры, если поместить, как Паша, да, я когда, короче, в общем-то, ехал, у меня прям уши вяли от всего этого, я предпочел больше спать. Я спать проще всего время, за что-то низкох дагисушим. За что-то низкох дагисушим. Да, это было классное время, я сделал разные вещи, которые я никогда не делал, например, мы с Кирюхой туалет построили. Построив туалет, это с Кирилл. Если кому-то надо, можете там писать. Построим. Да. Блин, ну классное время было, классное слово было у Ромы с Аней. Классно. Рома и Аня много добрее. Казаха. Атмосфера, музыка. Тема. Имаши музыка. Собака, которая постоянно забирала шлепки, еще что-то. Зимаши чехли. Лежишь ночью в палатке, и слышишь, Кирюха кричит. И Кирилл викаши. Ну, в общем, да, вот. У меня впечатление очень классное. Я надеюсь, что мы дальше будем все на связи, контактировать и делать новые какие-то вещи. Заодно, что ты прямо разочнились там. Я надеюсь, что в следующем году мы приедем к большему составу. Надеюсь, что в Дугодино, что-то больше молодежи будет сплоу. Плоу, чем молодежи, вот, плоди, вот, дойдет. Спасибо. Благодаря. Ну, у меня лагерь весело начался. Лагерь започен весело примерно. Мы ехали в первый день с Ромой домой, потому что ему надо было потом приготовить завтрак. Я почувствовала, что у меня начинает очень сильно ломить все тело. Что поднимается температура. И что мне становится прям очень плохо. Я приехала домой, меня начинает трясти морозить. Я написала в наш чат, ребят, мне становится плохо, помолитесь. Я думаю, интересно помолиться, не помолиться. Они там все заняты, там веселятся. И я поняла, что мне прям очень плохо, и я пошла спать. И я с разбрах, че много лошо се чувствам, отидох за спя. Обмотала с идеалами, потому что мне было очень холодно. Пових се с отдеяла, защото му беше стотенал. Я не знаю, вы когда ночью помолили за меня? Сразу, да. Наверное, молитва позже дошла. Я просто ночью вдруг просыпаюсь. Презношта се събуждам. Как какой-то бум. Такая, извъднъж. И я чувствую, что у меня вообще нет никакой температуры. И усещам, что тело больше не ломит. Че тело не ме боли. И что я себя чувствую хорошо. Усещам, чувствам се много добре. И така я думаю, ну видимо помолились. Си мисля, може би са се помолили вече. И потом я думала, блин, ехать в лагерь, не ехать. И си мислих, дали да отида на лагерь или не. И Бог мне начинает ночью прям показывать каждого человека из Пловдива. И Бог ми започне да показва всеки един човек от Пловдива. И он мне прям вливает какую-то любовь. И той усетях любовь. Каждому из этих людей. Я вспоминаю какую-то историю из своей жизни. Сещам се за историята в своя живот. Которая в конечном счете была как переплетение с Ромином словом. Която всъщност много добре се съчитаеше с това, което у Рома казал. И, короче, Бог мне прям всю ночь говорил. И я утром встала и подумала, ну, наверное, мне надо поехать. И цело это ночь Бог говорил. Я в смысле, куда-то се събудих с утра, ночь трябва да утидовичи. И вот когда мы сидели у костра, Рома начал говорить. Я такая, а так вот. И вот когда бяхме до угнишки, то и Рома започни договори, а с этих, че много добре се пасва со ства, което аз получив. Вот почему я вспомнила эту историю. Да, и за что с этих за историята? И потом уже, когда лагерь заканчивался, я отошла к нашей палатке, она была прямо с самого краю. Я посмотрела на лагерь как-то как будто бы со стороны. И мне Бог как будто бы своими глазами как-то немного показал всю эту картину. И как будто сказал, блин, смотри, люди вообще из разных стран приехали из разных городов. Разных возрастов. Различные возрасты. С разными интересами. С различные интересы. И здесь посреди всего этого был я. И только посреди всичку твоего бяха. И была моя любовь. И бейш мою это любовь. И я поняла, что Богу прям это очень нравится. И разбрах, че на Бога твое мухарестное. Ему очень нравится, когда несмотря на какие-то может быть конфликты в наших странах или когда мы с разными вот интересами. Вопреки чьима конфликти между нашими державами, например, чьима мы различные интересы. Выглядим по-разному. Изглеждаем по-различным начинам. Чтобы мы вот так все вместе собирались. И добре да собираем заедно. Проводили время вместе. И да провеждаем времето заедно. И я увидела, что Бог и как-то и со стороны мне показал картину и изнутри. Видях, че Бог мне показал картината от страни и от витры. Как будто бы Он внутри каждого человека побывал. Съедно той бил витры във всякий человек. И каждый человек в этом лагере что-то для себя получил. И всякий человек в този лагер получил нечто за себе. Поэтому слава Богу и спасибо большое каждому. Благодаря на всякий. Очень классно получилось. Слава на Богу. Слава на Богу. Всем привет. Здравейте на всякий. Я тоже была в лагере. А сушь, что бях на лагерь. И почему-то каждый лагерь. И по никакой причине на всякий лагерь. Как будто бы я эмоционально оголяюсь. Все равно эмоционально с его головой. И как будто все мои слабости выскакивают. И все равно все эти слабости и стрелы. Я так себя чувствую обычно. Такая себя чувствуем. Но в конце лагеря и в крайне лагеря как будто бы я получаю какие-то ответы на вопросы. Получала у меня какие-то отговоры на свои вопросы. Хотя мы даже мы просто служим. Выпоряки че просто служим. Да, как бы я не была участником, чтобы получать. А с небягко ты участник да получала? Но все равно когда ты служишь ты тоже многое получаешь. Ну а куда ты служишь пока получаешь много. Вот. И одно несколько вещей было, что как уже ребята сказали, что не нужно судить по обложке. И как только казаха някою от хората не трябва да судим по курицата. Потому что когда я с ними общалась с этими ребятами они прям очень тепло отвечали. Защото как бы было сил пришло с тези хора. Те много топло отговаряха. Вот. А так я еще поняла для себя, что нужно чтобы помогать другим людям и как-то помогать им обрести Бога, да им помогано да познает Бог. Это трудно делать, если у тебя, например, низкая самооценка. Трудно и да си прави, аку имашь низкая самооценка. Потому что ты сомневаешься, послушает меня человек или нет. Защо ты сомняваешь, дали този человек с тебя слушает или нет. Нужно ли сейчас это сказать. Далитарова сега не что-то каже. Вдруг я сейчас не очень говорю. Может быть не говорю добрее. И Бог каждый раз мне показывает, что нужно обратиться в взгляд на него. И Бог всякий път мне показывает, что трябва да си выбрна погледа к нему. И тогда как-то необычным образом он будет действовать через тебя. И тогда по необыкновен начин той ще действует через тебя. Да. Вот. И я получила вот это на лагере. Получих това за себе. Всем спасибо. Благодаря на всички. Беше много хубаво. Спасибо. Спасибо.